Уважаемые коллеги, уважаемый Иван Иванович, сегодня важный день, годовщина Октябрьской революции, большой праздник и чтобы не признавать этого, нужно быть как минимум очень пристрастным человеком. Всех, кто старается этим не грешить, искренне поздравляю с этим исключительно важным днем от имени фракции Компартии Российской Федерации. Это ведь очень примитивно называть Великую Октябрьскую революцию случайностью или результатом злой воли заговорщиков большевиков, прервавших якобы естественный ход событий. Октябрь 17-го – закономерный результат длительного развития страны, да и всего мира. Тенденции, сделавшие революцию неизбежной, вызывают множество параллелей с современностью. В начале 20-го века мировые противоречия обострились до крайности, империалистические державы развернули борьбу за передел мира, торговые войны, практика повышения пошлин. Все это стало сменяться локальными конфликтами. Дело шло к мировой войне, и она действительно произошла. Противоречия имели и другие последствия. Нарастала классовая борьба, росло национально-освободительное движение. Ура! Патриотическими страстями власти пытались отвлечь людей от самых острых проблем. Концепции вечного мира и победы разума в этот период рассыпаются. На смену им приходят шовинизм, национализм, военная истерия, и Россия включается в эту борьбу, в борьбу за передел рынков. Но она вступает на этот путь, находясь в сильной зависимости от британского и французского капитала. Россия не готова к большой войне, но она втягивается туда. Ее втягивают туда правящие круги, тесно связанные с политическими элитами Антанты. Война обнажает все язвы российские, слабость промышленного развития, коррупцию, разложение госаппарата. Кризисом пользуются либералы. Ну, конечно же, как иначе? Их задача окончательно привязать страну к западным столицам. И весь этот клубок противоречий заканчивается в февральской революции. Но уже наступили новые времена, народ уже не желает быть пешкой в большой игре сильных мира сего. Он поднимает голову и становится реальной силой. Но сила масс без организации может обернуться мощной стихией и счастьем... Игорь Иванович, одну секунду. Коллеги, я прошу всех присесть. У нас идет пленарное заседание. Кому надо переговорить, пожалуйста, пройдите вестибюль, переговорите и вернитесь в зал. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Итак, сила масс без организации может обернуться мощной стихией и счастьем. Большим счастьем для нашей страны стало то, что в этот момент истории нашлась партия, которая предложила этому поднявшемуся народу и программу развития, и большевистскую организацию дела. Великий Октябрь стал спасением России от бездарной политики Временного правительства. Более того, новая власть создала альтернативу глобального масштаба. Мир увидел, что выход существует. Так разворачивалась та антиколониальная борьба народов, которая вывела на сегодняшний уровень развития Китай, Индию и многие другие страны. Ныне мир входит в стадию, очень схожую с той, которая привела когда-то к Первой мировой войне. Противоречия все острее. Глобалисты спорят с протекционистами. Возникают торговые барьеры и торговые войны. Россия пытается теперь найти свое место в этом мире. Но есть целый ряд проблем, назову по крайней мере две. Первое. Мы понесли слишком большие потери, когда рушилась наша социалистическая держава. И второе. Национальные интересы страны далеко не всегда совпадают с интересами крупных российских корпораций, а правительство это далеко не всегда понимает. Главный урок прошлого века для нашей страны, главный урок революции состоит в том, что нынешняя модель для России – это тупик. Увы, контуры нового глобального конфликта проступают все сильнее, и у нас есть только один шанс в этой ситуации – альтернативное развитие. Этот шанс уже использован Китайской Народной Республикой, пошедшей, между прочим, за нами когда-то. И так широко отметившая сейчас 70 лет нового Китая, Китая социалистического. И нам, кстати, нужно научиться уважать собственную историю так, как делают это наши восточные соседи. Китайская Академия Общественных Наук вот только что провела в Пекине крупную международную научную конференцию по проблемам истории и современности. Приведу в пример только одну идею из выступления профессора Уэнь Юаня. Он напомнил, что сегодня в российской и в китайской историографии есть точка зрения, которая утверждает, что жесткая сталинская опора на развитие тяжелой промышленности якобы была ошибкой. Нет, заметил Уэнь Юаня. Ошибкой является сама эта точка зрения, от нее следует полностью отказаться. Эта сталинская практика полностью соответствовала требованиям момента, и именно она гарантировала поступательное развитие Советского Союза. Ну а результаты той модернизации и сегодня обеспечивают, в частности, экспортный потенциал России. Кстати, в ходе работы научного форума в Пекине китайские специалисты представили перевод на китайский язык книги Геннадия Андреевича Зюганова «Россия под прицелом глобализма». На нее ссылались, ее цитировали. И должен сказать, что содержание книги того заслуживает. На русском языке она, коллеги, издана в прошлом году, просто рекомендую ее прочесть. В том числе, чтобы лучше понимать планетарный характер катастрофы, которую пережила наша страна в 90-е годы. Теперь все говорят, лихие 90-е. Ну да, хорошо признали. Но когда будем исправлять? Разорены тысячи крупных производств, разрушены сотни тысяч людских судеб. Где расследование, кто наказан, где посадки? Где распространение альтернативного, передового опыта сегодня, сейчас? Где распространение опыта Сергея Георгиевича Левченко, губернатора Иркутской области? Может быть, кто-то еще из губернаторов за последние годы обеспечил столь же стремительное пополнение областного бюджета? Где распространение успешного опыта народных предприятий? Вместо этого мы видим ту травлю, которая подвергается Грудинин, но Павел Николаевич не просто сам по себе политик и хозяйственник. Это человек, который возглавляет успешный коллектив предприятия, которое твердо стоит на ногах. Если оно будет разорено, кто за это будет отвечать? Или опять как в 90-е никто за это не понесет ответственности? Порой мы сегодня сталкиваемся с вызывающими ситуациями. И вот сейчас, в эти дни, в Народном хорале Бурятии поставлен вопрос о лишении своих должностей, своих постов, председателей, зампредседателя комитета, наши товарищи, члены Компартии Российской Федерации, представляющие Республику Бурятия в этом законодательном органе, Виктор Малышенко и Егор Алзоев. Все дело в том, что у бурятских коммунистов нашлось мужество отстаивать собственную точку зрения на происходящее в Регоне, собственную точку зрения на происходящее по итогам последних нечестных выборов. А вместо того, чтобы признать эти выборы не вполне чистыми, не вполне честными и исправлять сложившуюся ситуацию, власти Улан-Удэ и Республики ничего не нашли лучше, как исправлять ситуацию дубинками усмиряя недовольных граждан. Сначала нечестные выборы наэлектризовали ситуацию, затем происходят расправы с недовольными. Знаете, так можно поджечь в стране любые пожары, но не нужно думать, что поджигателям удастся переназначить виновных и назначить крупнейшую оппозиционную партию ответственных за происходящее. Я тем шелкоперам, которые, как и прогнозировалось, уже обливают грязью нашего бурятского лидера Вячеслава Михайловича Бархаева, хочу напомнить и сказать, что сделать из него, из Мархаева, мистичкового националиста никому не удастся. Никому не удастся по многим причинам, потому что он своей собой доказал, что он не такой. Потому что он представляет партию интернационалистов. Потому что свой российский патриотизм он доказал в бою, в сражении с международным терроризмом. Потому что он, Вячеслав Михайлович Мархаев, когда-то, когда возникла такая необходимость, приютил, усыновил чеченского мальчика и в семье Мархаевых. Юсуп вырос настоящим патриотом нашей страны, патриотом чеченского народа, бурятского народа, русского народа, всего многонационального народа России. Не сделаете вы из Мархаева националиста. Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы мы научились извлекать уроки из истории, чтобы мы научились гордиться лучшими достижениями, чтобы мы вернули в календарь российский сегодняшний день Великой Октябрьской социалистической революции как настоящий большой праздник. Спасибо. Спасибо.